Я давно ничего не снимал, и тому есть какие-то причины. Ну вот, сейчас я решил возобновить, вернуться немножечко, и расскажу о своих планах, и почему я так долго не снимал. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, на самом деле, виной всему, наверное, прежде всего, очень жаркая погода, потому что жара необычайная, у меня просто болит голова, и невозможно что-либо делать. У нас 32 градуса в Подмосковье, и при такой влажности переносится хуже, чем на юге. К тому же, сейчас у моего теста случился инсульт, и, значит, там, ну, возим его, так сказать, в больнице, там жена дежурит и так далее. В общем, радости это не прибавляет. Они поехали его класть в больницу, А там, в общем, людей с инсультами столько, что просто ужас. Повально. Просто повально. И это тоже не радует, жена там круглосуточно бывает иногда. Вот. Что еще? Ну, и торговля, в общем-то, меня не сильно радует, потому что на срочном рынке, ну, есть целый ряд неприятностей. Меня преследовал какое-то время. Вот. И в связи с этим я решил, что для того, чтобы тестировать опционные стратегии, нужно, ну, может быть, поздно решил, нужно ввести дневник трейдера. Дело в том, что опционные стратегии, ну, там опционы, жизнь опционов, я торгую самыми короткими опционами, она недельная, и начинается цикл на индексе РТС, скажем, в четверг. По нефти бывает там в пятницу заканчивается, вот последний был. Я торгую РТСами, нефтью исключительно. И поэтому, что получается? В четверг я начинаю строить стратегию, и я думаю, так вот, я сейчас вот так, вот так, значит, там все продумано, все хорошо. Потом наступает пятница, вроде ничего. А потом, суббота, воскресенье, я тут сейчас занимаюсь ремонтом дома. И к следующему четвергу, там понедельник, вторник, уже, в общем-то, идет тета-распад, а я уже и не помню, что я хотел сделать. Поэтому я считаю, что нужно ввести дневник трейдера и записывать свои идеи, что я хотел сделать, какую стратегию в начале, и какие предположения, и потом, значит, реализовывать ее, и смотреть, что получилось из этой стратегии, как, ну, какие были ошибки. Вот таким образом. И так как я веду канал на ютубе, то мне проще всего это делать, наверное, в виде серии коротких технических видео на ютубе. Я думаю, что я это буду делать. Я пытался это делать в телеграме. В принципе, нормально получалось, то есть в том чате, который посвящен опционам, но... Ну, не все гладко, что ли. Я не знаю. Тоже как-то вот не очень хорошо получилось. Сейчас хочу попробовать на ютубе это выложить, потому что, ну, на ютубе можно больше рассказать словами, по крайней мере. Вот. Ну, по поводу инвестиций, какое-то затишье у меня тоже. Ну, как бы я купил вот эти вот портфель 100 тысяч рублей, он работает. Хорошо работает. Он поднялся и, собственно говоря, не падает. Вот. Мои инвестиции последние. Ну, транснефть вообще, так сказать, 32 тысячи принесла эта акция, которую я купил за 141 тысячу рублей. Она сейчас стоит сто... Сколько там? 62 уже тысячи стоит. Да, сейчас я вам ее покажу. 173-150 она стоит. Сейчас, на текущий момент, я ее купил по 141,700. Вот так вот. Ну, то есть хорошее приобретение. Я ее как раз купил, когда она начала расти. И в августе она принесет 10 тысяч рублей. Ну, 9,5 тысяч рублей дивидендами. Ну, тут же она, наверное, упадет после этого на соответствующую сумму или накануне. Ну, не суть важна. Важно, что она выросла и выросла хорошо. Дивиденды, опять же, будет 9500, там, или 9700. Ну, а выросла она на 32 тысячи. Это очень даже хорошо. Остальные, в общем, сказать, ну, так, ни шатка, ни валка. Вот FXGD упал. Это фонд, который ориентирован на золото. Золото упало. ГМК Норникель нынче падает. Сейчас вот он покажется. Вот он, ГМК Норникель. Он падал какое-то время, вот, недавно. Ну, на самом деле, он куплен у меня давно, и я его покупал. Первую акцию я покупал, всего две акции. Первую покупал за 16 тысяч, вторую там за 21 тысячу. В общем, ну, неплохо он себя чувствует. Система тоже, в общем, ну, практически весь портфель у меня в прибыли, и разговаривать особенно не о чем. Единственное, так сказать, еще из последних приобретений, вот мой структурный продукт, структурный продукт, типа автокол, который доступен, к сожалению, пока только квалифицированным инвесторам сейчас. Вот 250 тысяч вложено, вот они, четыре акции, и одна из них, это ГМК Норникель, находится ниже порога отзыва. Что это значит? Если она сохранится вот до этой линии, ниже вот данного порога, порога отзыва, то я получу, то есть она упала, а я получу свои положенные купоны. Вот, только одна акция находится ниже порога отзыва. Если она вырастет, все четыре вырастут выше вот этого порога, то автокол закроется, и в очередной период наблюдения я получу свои купоны. Сейчас я просто получу купоны и продолжится наблюдение. Вот такая акция. Таблица выплаты купонов. 4 тысячи, сколько там, 726 купонов я должен получить 1 июля. Ну, тоже ничего интересного, в общем, там скучно. Просто сидишь и получаешь дивиденды, ну, как бы купоны. После того, как все четыре акции вырастут, ну, можно открыть ее заново и смотреть дальше на купоны и так далее. Это очень хорошая такая консервативная инвестиция, на мой взгляд. Вот. Ну, что еще можно сказать? Я еще могу сказать про модельный портфель, который недавно изменился. Но модельный портфель сейчас тоже вроде как доступен только квалифицированным инвесторам, но есть одна такая тонкость. Очень многие люди хотели вот приобрести модельный портфель, потому что, ну, действительно хорошая штука, он рос все время. Вот его график модельного портфеля. Многие приобретали по моей рекомендации и говорят сейчас, что, блин, как жаль, что нет возможности приобрести модельный портфель, нет туда возможности инвестировать. Друзья мои, такая возможность есть. Это возможность инвестировать в модельный портфель через управляющую компанию. Причем, более того, эта возможность, она намного сейчас доступнее, чем была раньше. Вот в чем кайф. И вот сейчас, в общем-то, есть возможность, есть достойная альтернатива модельному портфелю. Это фонд через управляющую компанию. Сейчас я вам его быстренько покажу. Но, вот, график очень похож на график модельного портфеля. Управляется теми же самыми. И что здесь интересно, что он еще более доступен. Потому что здесь минимальная инвестиция 5 625 рублей на настоящий момент. Что это такое, с чем его едят. И более подробно про вот эти инвестиции я расскажу в ближайшее время, ну, буквально, я думаю, в следующем видео. Ну, а на сегодня все. Как вы считаете? Значит, что бы вам было бы интересно? Про инвестиции для ленивых, про инвестиции консервативные для тех, кто не хочет заниматься инвестициями. Только вот просто вложил и забыл. Из этой серии это вот поевые инвестиционные фонды. Как куда вкладывать, что они приносят и так далее. Ну, я об этом расскажу. И второе направление, о котором я хотел у вас спросить, с вами посоветоваться, нужно ли публиковать в открытом доступе дневник трейдера свой. Потому что, ну, я это буду вести для себя. Это будет во многом техническая штука. Я не буду разжевывать подробнейшим образом про те стратегии, которые есть. Он больше предназначен будет и больше понятен будет для тех, кто прошел курс по опционам. Но, возможно, многим будет интересно послушать, ну, по крайней мере, мои какие-то размышления по поводу роста или падения рынка. И что я в связи с этим делаю на срочном рынке. Потому что, ну, наверняка есть какие-то люди, которые занимаются и трейдингом. Если вам это интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели в первую очередь. Ну, а мне просто интересно, так сказать, ну, как бы развивать и это направление тоже. Потому что, ну, я точно этим буду заниматься. А вот буду ли я в открытый доступ выставлять, не знаю. Ну, и вообще, сейчас идет у меня какое-то переосмысление, что же делать дальше, куда двигаться. У меня есть мысль перезаписать курс биржи для чайников. Он уже будет тогда не живой, а уже будет, судя по всему, в записи. Но он будет более иллюстративный и более сжатый такой, потому что, ну, есть у меня понимание, что так будет лучше. Ну, вот такие направления у меня, такие размышления. А на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк, оставайтесь на моем канале и до встречи. С вами был Демитров Юрий.